Здравствуйте, дорогие соотечественники! Хотелось бы начать эту передачу с вопроса. Вот живем мы тут все на земле Молдовы, соотечественники. Разных национальностей, разных происхождений и вероисповеданий. Много ли мы знаем друг о друге? Ну вот, например, много ли мы знаем об истории, скажем, гагаузов, болгар, цыган, поляков? Много ли мы знаем об истории украинцев и русских, об истории русин и о многих других национальностях, которые проживают здесь, бок о бок с нами вместе. И вот для того, чтобы время от времени вот эту черту незнания отодвигать, а ее обязательно надо отодвигать. Потому что, чтобы понять друг друга, надо для начала знать друг от друга, знать нашу тем самым общую историю. Сегодня тема нашей беседы, которая сейчас состоится у нас с автором одной очень интересной книги. Вот недавно вышла из печати история евреев Молдовы. Автор ее Евгений Брик, доктор наук, историк Божьей милостью, директор института Иудаики и заодно член комиссии по культурному наследию и культам при общественной палате президента республики Молдова. Евгений, вот вышла твоя книга. Книга «Спасибо за подарок». Прочел я ее. Книга очень интересная. Она интересная. О евреях Молдовы писали многие. Но мне интересно здесь то, что вот здесь очень большое внимание уделено вопросу тому, когда пришли евреи на эти земли. Когда они, так сказать, приняли участие, ну, скажем, в общественной, в государственной жизни. Ведь, насколько нам известно, и как это явствует из твоей книги, это была не одна волна. И, между прочим, как это явствует из исторических исследований, археологических данных, это серьезные данные современной науки, вроде еще как со времен Римской империи наблюдается приток вот на земле, которую мы называем Междуречье, Прута и Днестрам, это что называют Бесрабией. Расскажи, пожалуйста, с каких времен, как, какими волнами, какими судьбами евреи переселяются на территорию нашего Отечества и становятся нашими соотечественниками. Виктор, добрый день, большое спасибо за приглашение на передачу. Мне очень приятно, что, благодаря этой передаче, многие узнают о судьбе еврейского народа, который проживает здесь, могут многие удивляться, на протяжении почти что двух тысяч лет. Две тысячи лет – большой эпизод истории. Многие народы проходили через нашу территорию, те, кто остались, стали нашими соотечественниками. О каждом народе рассказывать можно очень много. Ну, вернемся к нашему вопросу. В 70-м году был разрушен, был разрушен второй храм в Иерусалиме, главная святыня евреев. Евреи расселились по миру. Большая группа, приблизительно 100 семей, сколько это было человек, я не знаю, 500, 1000, но бродя по миру, чтобы искать, где остановиться… Семьи были большими, да. Десять лет они искали место и попали к децибалу. И вот это одна из первых ветвей, которая описана, описана и в румынских, и в молдавских источниках, которая в то еще время попала на территорию близкую к нам, где они расселились. Точно мы не можем сказать, по обоим берегам прута. Это были первые 100 семей, которые пришли. Децибал их принял, враг моего врага – мой друг. Они поселились и уже начали жить. Но было еще несколько волн. Опять-таки, вот я здесь писал, мы с тобой говорили, что Молдова часто меняется территория. Есть государство, но территория меняется. Южная Бессарабия. То есть сегодня это Украина. Южная Бессарабия, которая была частью молдавского государства. Первый след, который я нашел там, относится к 30-му году нашей эры. Из Милета люди искали новые колонии и организовали колонию в Тире. Я думаю, археологи, истории… Белгород-Днестровский. Белгород-Днестровский. Читать Алба. Десять названий. Один из десяти самых древних городов Европы. Тира. Да. И в Тире находятся, в том числе, захоронения, где надписи на иврите. Сколько человек приехало туда из Милета? Как сложилась их судьба? Мы не знаем, но это тоже след. И там тоже был какой-то очаг, какая-то община. И третий путь. Начинается война между Даками и римлянами. Один из легионов стоял на территории Браилы. Римский легион, да? Римский легион. По-моему, пятый. Он, кстати, когда-то находился на территории Палестины, на территории, где находился Иерусалим и остальные города. А потом перевели? Да. Потом перевели в Дакию. Но что очень интересно, там находится захоронение с надписью на иврите и с знаком. Звезда Давида. Звезда Давида, как знак еврейский, который все абсолютно знают, появляется только где-то 13-14 век. Но это один из многочисленных знаков, которые есть у еврейского народа. И этот знак принадлежал римской еврейской общине, которая жила на берегах Тибра. Значит, это были римские граждане. И которые мы очень хорошо знаем по деяниям апостолов Петра и Павла. Первые христиане были евреями. Ну, куда делся. Да, первые христиане были евреями. Это понятно. И что самое интересное, что вероятнее всего, как раз когда Деменецан начинает войны с Даками, первые конфликты, которые происходят, то у него был первый конфликт с евреями. Почему? Он, вечно второй младший брат, желая показать свое величие, объявляет себя Богом и заставляет, чтобы во всех храмах находилась его статуя. В синагоге это невозможно, чтобы стоялась статуя. И он потребовал, что либо вы поклоняетесь моей статуе, либо вы должны отказаться от своей религии, либо вы будете убиты. Он убил своего двоюродного брата, который тоже принял иудаизм. Самая интересная вещь, об этом пишу здесь. Есть эти материалы. Малоизвестный факт. Император Деменецан, брат Тита, сын Веспасиана, который Колизей построил, значит, его двоюродный брат, то есть его родственник, принял иудаизм. Я в связи с этим, я почему подорвался, хочу задать вот такой вопрос. Обычно принято считать, что иудаизм это религия замкнутая, только для себя, только для своих. Но вот есть очень многие данные исторические, что было время, когда евреи принимали в иудаизм и людей других национальностей. Я не говорю уже о христианах, которые были интернационалисты, от апостола Павла, помнишь, Нести Алина и Нести Аудея по духу. Что это было за движение? Есть такое понятие, называется герой. Она до нас докатилась, ведь судя по тебе, что ты говоришь о легиону, легион Деменецана, и ты вот тут такой интересный факт приводишь. Не были это или изгоями теми, которые ушли на границы империи от преследований, и которые мы находим в составе этого легиона, или служб, которые обслуживали этот легион? Что это было? Смотри, захоронение легионеров и надписи, особенно знак, говорит о том, что они были гражданами. А как граждане, которые исповедуют неугодную доминицианную религию, их, видимо, отправляли в дальние легионы или на границу. Да, то есть, своего рода, выслать, избавиться от них подальше, потому что, я думаю, что такие же знаки мы найдем где-нибудь в Германии, а, может быть, и где-то в Англии. Ирландцы утверждают, что у них какой-то знак был найден. У меня была маленькая книжка «Евреи в Ирландии», но это были считанные люди какие-то. В те времена. Да. То есть, получается, что те, которые исповедовали иудаизм и не желали поклоняться доминициану, были высланы в дальние гарнизоны. А учитывая по знаку захоронения и надписи на латыни и на иврите, мы определяем, кто были эти люди. Причем, первое описание этой истории я встретил в академическом российском московском издании Российской академии наук 1968 года. Подумай, 1968 год. Об этом, если писали, то писали с очень большой уверенностью о еврейских следах в римских легионах. Я считаю, можно считать и фактом. Так, и это значит у нас на территории, возьмем Молдовы, понимает под Молдову территорию географическую от Карпат и далее за Днестром, то вот эти вот появления, значит, уже четко датированные и так далее, говорит о том, что вот в составе легионов. Я слышал еще кое-что. Я знаю, что Керченский пролив, Босфор, Гемерийский, как его называют, значит, там было очень много, ну, естественно, вот колоний, в том числе и Милецких. И вот там четко найдены знаки, очень многие иудаистические знаки, что говорит о диаспорах, слатье греческое слово, в тех местах. И вот говорят, что некоторые купцы оттуда проникали, естественно, на так называемые варварские территории, то есть скифов, геттов, то есть где-то еще чуть ли не там в 4-м, 3-м, 2-м веках до нашей эры. И были какие-то там фактории, не фактории, не сеттельменты. То есть это очень древнее явление. Первые захоронения древние обнаружены именно в Милете. Смотри, какая получается ситуация. Ну, Милет чем знаменит, чтобы наши соотечественники, телезрители знали? Милет дал невероятно мощную волну колонистов. Милет это на территории современной Турции. Это ионийский стиль, там вот эти все греческие города. Это не колонии. Ну, колония в данном случае город, город-государство. Это греческие города. И вот оттуда хлынули, значит, скажем, потоки колонистов, которые стали расселяться вдоль побережья Болгарии, современной Украины, Крыма, до, так сказать, вот этого Босфора Кемерийского и дальше. И в их составе были вот эти диаспориты, как мы их называем, еврейского происхождения, четкая археология. То есть этот процесс волнами шел с Ближнего Востока, начиная, выходит с 3-го, там, я знаю, 2-го веков до нашей эры. Да, это правильно, 3-й век до нашей эры. Это можно утверждать, что это вместе с греками? Да. Они поселились в Милете. В Милете это 300-й где-то год до нашей эры. То есть эпоха эллинизма, как мы говорим, это та самая эпоха. А Милет же маленькая греческая город-государство. Но очень значительная. Афины и Спарта забрали себе всю территорию, там, до Италии, до Испании. Куда им было деться? И тогда они плывут в непонятную колхиду, к Оргонавт, по пути Оргонавтов. Опять мы помним греческую мифологию. И потом где-то получается... Это Краснодарский край, Грозия. И поэтому там мы находим первое захоронение где-то, как ты правильно сказал, 150-200-й год до нашей эры. Захоронение где-то на территории Севастополя. Там же была тоже греческая колония. Мы находим где-то 100-й год до нашей эры. И только где-то 30-й год нашей эры уже Тира. То есть дорога продолжалась более 300 лет. Ну, расстояние далекое. То есть это был процесс постоянного перемещения, передвижения еврейской диаспоры. Вот эти наши севера Понта-Эвсинского. Да, поэтому это как бы первый след проникновения, который обнаружен, который описан археологами, который можно сказать, что просто здесь появились. Мы не можем сказать, сколько это было. Несколько десятков купцов. Несколько десятков войн. Нет, судя по количеству факторов и археологических следов, вот я бы спорил, почему имею в виду это, вот Керчь, вот там Пантикопея, все такое, это вот очень много следов. И я думаю, вот мне так кажется, что нашим соотечественникам было бы как бы не лишнее узнать, что когда мы говорим, что какой-то народ пришлый на этот земле, вот понаехали, ты понимаешь, тут. Тут еще вопрос, кто раньше понаехал. Кто более-менее пришлый, это просто идиоты могут только обсуждать эти вещи. Потому что посмотрим, еще раз, Женя, ну-ка вспомни, я не знаю, сотый раз не перестаю повторять, чтобы до наших дошло. Берем чисто молдавские фамилии, самая распространенная, Русу, Даши, Руснак, Казаку, Булгару, Татару, Сырбу, Ляху, Сасу, Немец, Коман, Половец и так далее. Ребята, ну после этого говорить, что кто-то тут понаехал, а мы тут очки от Адама сидимы. Да, конечно, это исторически, археологически не подтверждается. Потому что волны разных людей проходили и оседали здесь и становились нашими соотечественниками. И это счастье, что у нас такое богатое генетическое и культурное разнообразие. В этом счастье наше. Я согласен. А мы вместо этого болтаем о каких-то пришельцах, пришлых, а мы сам, Виктор, да мы и дети. Ну, пришельцы, смотри, организуется город, где проживают пришельцы со всех мест. Организуется город, он должен обороняться. Нападают кочевники. И я думаю, что тогда люди не спрашивают, ты откуда пришел? И вообще кто-то там. Они объединяются вместе, чтобы оборонять этот город. Чтобы все ресурсы, которые есть у всех, победили. И тогда потом получается это объединение. И проходит несколько поколений. И откуда они взялись, мы можем найти только по фамилиям. Ну, хорошо, мы можем вспомнить прапрадедушку. А что мы знаем о тех наших предках, которые жили тысячу лет назад или даже пятьсот лет тому назад? Это только фамилия. Кстати, хочется спросить дорогих соотечественников, особенно молодое поколение. А что вы знаете о ваших прабабушках, прапрадедушках? Уверен, знают мало что. Ты знаешь, идет очень интересный процесс, когда молодежь стала этим интересоваться. Ко мне очень много приходят ребят. Они не хотят уехать в Израиль. Они прекрасно устроены здесь. Либо работают в какой-то третьей стране. И вдруг они начинают спрашивать. Мне кажется, что моя прабабушка была еврейка. И они ищут по фамилиям. Они спрашивают, а как это найти? Им это интересно. То есть появился другой процесс, когда часть молодежи... Не хочу давать процентных оценок. Но стало интересоваться, кто были их предки, откуда они пришли, откуда они взялись, где их следы исхода. Им это интересно. Им интересно для себя. И ты знаешь, у молодежи, вопреки всей этой интернетизации, всем этим увлечениям, играми и прочим дербедению, все-таки инстинкт в человеке узнать, кто ты родом? Да, да. Если я встретил 10 таких человек, значит их в 100 раз больше. Конечно. Если просто я встретил, они хотели посидеть, они поговорить, нам интересно. Есть семейная легенда. Ты совершенно молодые ребята. До 30 лет, до 25 лет. И устроенные. Их не интересует уехать отсюда. Они хотят, мы хотим, чтобы здесь было хорошо, у нас была работа. Мы что-то давали, но мы хотим снять. Откуда у нас дедушка, прабабушка, откуда они взялись, как они приехали. То есть, понимаешь, сегодня в 21 веке появился и такой процесс. Какую часть молодежи он охватил, я не готов ответить. И может быть, от нас, старшего поколения, зависит, чтобы их было больше, чтобы они интересовались. Но что он начался, это факт. Это я увидел. Ты можешь опровергнуть или подтвердить, ты видишь огромное число студентов, молодежи, аспирантов. Но у многих появился этот вопрос, откуда мы, как мы сюда попали. Да, понятно, что, наверное, первое все-таки желание это выжить и найти какую-то микронишу. И только после того, как человек, и дай бог, чтобы они все нашли, находит эту микронишу, у него появляется время. Время не только заработать и решить проблемы, а время поинтересоваться. Вот мне кажется, такая история. Вот я помню, дедушка рассказал о своем дедушке, а как мне это найти? Может быть, это тоже новое направление, которое стоит поддержать, когда человеку интересует именно то, откуда его семья, что она дала, и как она сюда попала. А здесь же много следов. Каждые 200-300 лет мы видим потоки, которые проходили через Молдову. У кочевников порядка 40 племен прошло. А сколько из них осталось? Какие следы они оставили? Опять мы встречаем это в названии городов-фамилиях. По фамилиям в какой-то мере можно проследить. То есть ряд фамилий, которые можно по фамилии встретить представителей 5-6 национальностей. Между прочим... Кушнир фамилия я встречал. Украинскую, молдавскую, румынскую, русскую, еврейскую. Я тебе дам другую. Напротив меня в Бутученах, раньше, значит, жила семья, чистые молдаване, как говорят, Дентамб, УП, Соломон. И я поинтересовался, говорю, откуда. Они говорят, эй, Патин Виктор Иванович, шарши, шнижь ты еврей, Дентамб, Уаштри. Типа они не уверены, но не отрицают. Причем в этой семье, Соломон, традиционные имена. Вот этот сосед, Давид, значит, молдаване, православные, значит, ну, явно какие-то корни, что-то... Вот как ты сказал, фамилия Кушнир, да? Да. Еврейская фамилия, она среди молдаванцев, среди украинцев. Дединария, наверное, может быть, это именно по специальности фамилия. Это вот то, что я говорил, помнишь, казакую, татару, булгарбу, сырбу и так далее. То есть, и тут, кстати, Сасус, аксонцы немецкие, а он немец или еврей, я не знаю. А вот, допустим, помнишь, вот эти договоры Стефана Великого и еще Александра Челбуна, Александра Доброго с некими купцами из Ленберга, Ленберга-Тальвов? Да. Да? И, судя по этим купцам из Ленберга, они явно были не немецкой национальности. Стефан Челмаре вообще особый вопрос, потому что его брать, его логофер, его телохранитель были евреями. Еще раз, у Стефана Великого там? Я не помню фамилию врача. Не важно, должности какие были евреями. Он врач, его врач был еврей, который ему прислал по дружбе его татарский хам. То есть, татарский хам посылает ему врача еврея в качестве презента. Может быть, он просто был крымчак, это племя, которое приняло иудаизм. А, ты имеешь в виду, что может из караимов крымских? Вряд ли караим. Вероятнее всего, здесь еще мало было караимов, в основном на юге Молдовы. Но он был крымчак, это небольшое племя. Но явно был еврей. Да, либо он был откуда-то выписан им, в свою очередь, из Италии. Потому что тогда он был из Сефардов, Сфарадима. А, Сфарадима, это да. Вероятнее всего. Это Западная Европа. Кроме того, его логофет по фамилии Шор. Так, и внимание, логофетом. Да. Костинящий. А логофет это очень высокая, высочайшая должность. Значит, логофетом Стефана Великого, то есть врачом был еврей. И это был Шор. Да, фамилия. Значит, слышишь, при слове Шор, я так и хочется сказать. Не родственник. Илон, привет. Это не твой родственник был логофетом. Это очень популярная была фамилия, и несколько десятков людей в разных местах носили эту фамилию. Типа, главный раввин Варшавы. А фамилии Шорников. Одни говорят, что Шорник это... Ну, Петя отрицает. Петя отрицает, хотя в Кишиневе... Петя отрицает? Хотя в Кишиневе была... Но голова у него еврейская. Синагога Шорников была в городе Кишиневе. Я иногда ему говорю, Петя, у тебя синагога была, разыщи ее, следы потерялись. Так, то есть у Стефана Великого, мы видим его врач и логофет. И сын этого логофета был в его телохранителях. А, то есть, обратим внимание, кем был окружен Стефан Великий. Врач, ответственный за безопасность здоровья еврей, логофет за безопасность государства еврей и телохранитель за личную безопасность тоже еврей. И после этого говорить, что вот, типа, наехали и никакого участия не принимали, просто смешно. Логофет был хороший, потому что после смерти Штепана Челмария, он его передал следующему государю. То есть он пользовался каким-то заслуженным обожжением. Авторитетом. Да. Ну, еврейская голова. Понял. И так вот, интересные сведения. Поехали дальше. Значит, видишь, мы с купцов из Лемберга договор начали. И вот пришли к интересным. Теперь дальше. Города. Известно, что молдавские города, большинство населения, которое образовали эти города, пожалуй, большинство, это были люди разных национальностей. Да, совершенно верно. Большинство было людьми разных национальностей. И постепенно, по мере, так сказать, перехода части крестьян в города, значит, доля молдавского населения возрастала. Скажи, пожалуйста, вот какие функции вот в этих средневековых городах вот чаще всего исполняли евреи? Помимо, мы знаем, торговли, там, финансы и так далее. Смотри, функции были самые разнообразные. Если просто мы возьмем описание Молдовы, которое дает Кантемир. По Кантемиру описание Молдовы. 18 век. Так. И у него есть отдельная глава, посвященная евреям. Он говорит, да, многие евреи занимаются торговлей, но среди них есть и мелкие торговцы, есть рабочие, есть много врачей, есть много музыкантов. И очень интересно упоминаю, что есть люди, которые занимаются сельским хозяйством. Не арендодатели. Потому что, в отличие от всей Европы, Молдавское государство разрешало евреям заниматься земельным хозяйством. И около 10 тысяч евреев занималось на юге Бессарабии сельским хозяйством. Это есть данных. Может быть, поэтому в 19 веке возникает такая очень интересная вещь, как еврейские сельскохозяйственные колонии. И, кстати говоря, они дали и вина, потому что в середине 19 века, когда большая часть винограда погибла, то была школа. Этингер, насколько я помню, был руководитель школы в Сороках. Именно школа виноделия. Она просуществовала почти лет 70. Они нашли сорта винограда французского. Устойчивого к филоксере в Индии. Французские сорта очень хорошо растут здесь. Смотри, у нас и вина. Каберне, Мерло, Савиньон. Поезжай в Париж, ты увидишь, кто виноват. И ты увидишь те же вина, но у нас они вкуснее. Ну, разница, насколько я знаю, что их посадили потом на американские подвои, чтобы их не ела филоксера. То есть их аккомандировали. Там они во Франции погибали, а здесь как-то их привили, они как-то выжили. Я тебе расскажу более интересную вещь. И ты говоришь, что твои соплеменники приняли в становлении виноградарства в Молдове очень и очень большое участие. Они приняли большое и большое участие. Более того, интересно, что потом, когда в 20 веке, после Кишиневского погрома, которому 115 лет будет, через два дня. Смотри, до 1903 года здесь не происходит никаких антисемитских событий. В 1881 год по Российской империи проходит более 300 погромов. И кто-то кидает листовки здесь. Я открываю энциклопедию Баргауза и Фроны, где описывается этот случай, что если по Российской империи прошло 300 погромов, в Кишиневе разбросали антисемитские листовки, дворники их собрали, спросили, что с ними делать, полиция сказала, выкиньте. И никаких событий. То есть до 1903 года, когда происходит погром, первый погром Одессы, 1821 год. А здесь ничего. Так смотри, Женя, выходит на территории Молдавии, евреям, в отличие от всей просвещенной Европы, разрешается заниматься земледелием. И они интенсивно им занимались, кроме ремесел, медицины, юриспруденции, торговли, медицины и прочее. То есть занимались серьезно этим вопросом. И что кроме вот этого явного владения землей, занятия сельским хозяйством, до вот этого чудовищного погрома, позора, так сказать, этой земли, который произошел в Кишиневе в 1903 году, не было на территории Молдавии вот этих антисемитских и прочих движений. Здесь не было серьезных каких-то антисемитских. А почему, Женя, это случилось? Я думаю, в 1903 год. Откуда это пришло? Кто нанес сюда вот эту заразу? Черносотинский или кто это? Я думаю, что Черносотинский. Я как раз смотрел очень много материалов. Может быть, будет маленькая статья у меня. И не забывай, это уже и в Польше было, и в Галиции. Оттуда было много переселенцев к нам. Переселенцы были здесь, потому что здесь условия были все-таки лучше. Кто это за разу антисемитизма на нашей земле? Судя по всему, это все черносотинцы в первую очередь. А дальше получается... Смотри, Громе же маргиналы. Наверное, кто-то управляет. Дальше получается очень странная и страшная вещь. Печать. Когда Крушеван имеет свою газету «Бессарабис», где рассказывают, что якобы в Дубусарах убили мальчика, принесли на поисках его жертву, выкачали кровь. Потом идет расследование полиции, что этого не было. Находят убийцу. Ну, знаешь, часы нашлись, а след остался. И это начинают раздувать. И начинают раздувать все. И журналисты, которые пишут всякую ерунду. Когда открыто пишут, что во всем... Интересная фраза была в «Бессарабце», сказано, что во всем виноваты евреи, армяне и поляки. Подожди. То есть еще досталось на орехе не только евреям, но и армянам и полякам. Нет, было сказано, что самая большая угроза народу – Молдовы, евреи, армяне и поляки. Но в первую очередь, пишет Крушеван, мы должны взяться за евреев. Взяться должен. Да. Читая его работы, он опубликован здесь. Я не об этом говорю. Он в каждой работе, у него что-то антисемитское. Я про другое говорю. Я говорю о том, что вот семена антисемитизма почему-то на нашей земле долго не проживались. Потому что вот упомянутый же тобой Дмитрий Кантемир очень много пишет. И причем это является приметом его же собственного удивления. Насколько на наших территориях, вот нынешней Молдовы, различные национальности, различных вероисповеданий как-то мирно существовали. Да, это мирное существование и стимуляция. Те же армяне, те же поляки, те же евреи, которые выживались и с теми же молдаванами местными, русинами местными. Кстати, очень многие из них именно местные. Они пришли и так далее. Русиные. Русиные тут, вон, с покон веков тут живут. Речь идет о том, что как это получилось, что вот у нас как-то наша земля долго-долго обходилась без этих расовых и человеконенавистнических вот таких течений. И что случилось в начале 20 века? Что случилось с людьми? Смотри, начало 20 века это появление нации и появление национализма. И кроме того, это появление, это Германия, 19 век, вторая половина. Общеевропейский процесс. Это появляется расизм. Общеевропейский процесс. То есть, если в начале противоречия были разные религии, и человек мог перейти в другую религию, я не говорю, что это хорошо. В моей семье, слава богу, никто не переходил в другую религию. Но неважно, это был процесс, который мог человеку обвиняли, ты поклоняйся другому богу. И в арабских странах люди принимали ислам, в местах христианства, и на этом все заканчивалось. И дальше мы можем судить только по фамилии. Может быть, сто лет назад предок твоего соседа Соломона принял христианство. Потому что это приветствовалось Николаем, человек, принявший христианство, освобождал еврея, принявший христианство на территории Бессарабии, освобождался от налогов. Вначале на всю жизнь, потом на 30 лет, потом на 10 лет и так далее. То есть, вопрос шел о религиозной вражды. И вдруг 19... То есть, не расовый первоначал. В 19 веке появляется расовая вражда, появляется расизм. Чарльз Дарвин. Кстати, спасибо просвещенной Европе. Идеи расизма, насколько мы знаем, тут поучаствовали английские лорды, и интеллектуалы Франции, и немцы. Я хорошо знаю, я историю фашизма, расизма изучил, слава тебе господи. Ну, Франция вспомнит дело Дрейфуса. Все пришлось просвещенного Запада, между прочим. А потом списали на Дикий Восток. Возьмем дело Дрейфуса, когда Франция вдруг взбесилась, когда появился антисемитизм. Наполеон первый, ведь когда он издал свои указы, в кодексе Наполеона сказано, что его интересует гражданин Франции. И его не интересует, какой он религии. Он гражданин Франции, и все. Наполеон первый, автор знаменитого кодекса. Да, который до сих пор действует во Франции. Да, и в мире образец. Да, потому что он рассматривает человека как гражданина страны, не рассматривая его национальность. Ведь смотри, получается, что во время страшных трагедий Холокоста многим, кто убежал во Францию из Румынии, это спасло жизнь. Он был француз из Румынии. Румыния была союзником Германии и Виши. И тем, кто не успели до документов докопаться, до их религиозности, это спасло жизнь. А там не написано, кто он. Сегодня в Франции запрещено. Это благодаря тому же кодексе Наполеона Первого. Сегодня, может быть, поэтому запрещено во Франции говорить о своей религии. Если ты официальный работник, запрещено носить крест или звезду Давида. И тем не менее, внимание, в довоенной Франции половина партий было российского и нацистского вот такого вот уклона. Ну, Виши. Да, а потом, если ты помнишь, кто сдавал, вот не французская ли полиция и местные активисты сдавали вот в эти концлагеря, в Треблинку и другие, шли в вагоны с евреями, которые сдавали свои же французы, интеллигенты. Ну, там были разные. Я не говорю разные. Я говорю, что был поток. Были многие, которые спасали. Но ты прав в том, что правительство Виши подготовило списки до того, как немцы их потребовали. И он был страшно возмущен, почему не надо в списках ставить караимов. Потому что немцы не трогали караимов, считая, что не иудеи, а не евреи. У немцев был именно расизм. И есть много историй, описаний, почему на караимов не трогали. Караимы погибли в Киеве, вначале убили, потом разбирались, кто они. А в Таркаеве были караимы, которые служили даже полицией. Такого типа парадокс. То есть, ты прав в том, что ПТН проявил слишком большую усердие. Усердие. Но если мы говорим о Франции в целом, то очень многие французы спасали. Ну, во-первых, революционная Франция всегда против того, что делает правительство. Ну, вспомни, студенческие волнения. Какое? 68-е годы? 68-е. 68-е годы. Когда Деголь вернулся из Анжира. Нет, там было так. Деголь возвращает французское золото назад во Францию. И тут ребята из Тихого и Светлого дома на горе организуют там маленькую цветную революцию. Правительство Деголя падает, а дальше происходит то, о чем ты говоришь. Ну, здесь получается, что если французам бы сказала правительство Виши защищать евреев, они бы возмутились. А так как сказали, что их надо спасать, то их надо выдавать, большинство французов все-таки спасало своих друзей, своих родственников. Я просто знаю много таких случаев, потому что часть семьи моего дедушки попала во Францию. И его сестры, все, кроме старшей сестры, которая, к сожалению, погибла, были спасены своими мужьями французами, друзьями французами и так далее. Потому что это было, ну, во всяком случае, как бы ту часть, которую я знаю. Там не было таких событий, как мы наблюдали при Балтике, кауновский погром, который устроили сами литовцы. Я не говорю про Львов. Львов – это вообще кошмар. Я посмотрел, сохранились кадры, сохранились кинокроники. Это ужас, это невозможно спокойно смотреть. Это трудно себе даже представить. А если, Женя, мы перейдем от просвещенной Франции к стране исключительно сильной франкофонии, к Румынии, начнем с 41-го года, что происходит там? Опять первое, что мы должны вспомнить, это страшные вещи. Ну, смотри, получается, что в 18-м году, когда возникает Великая Румыния, количество евреев увеличивается раза в два. То есть, я не помню, 800 чем-то тысяч евреев проживают на территории Румынии. И сразу идет некое деление, свои и чужие евреи. Ведь если мы рассматриваем Вторую мировую войну, мы видим, что во многих странах, как бы, в нехорошем одном анекдоте своих евреев не трогали. А в первую очередь занимались другими. Пришлыми. Пришлыми. Ну, возьми даже Болгарию, которая спасла всех своих евреев и принесла извинения за смерть 12 тысяч евреев в Фракии и Македонии, которых они выслали в лагеря. Но болгары спасли все-таки своих евреев. Всех своих спасли и выступили все против. Переходим в Румынию, когда первая попытка изоляции евреев, это 1937 год, Активиан Гога. Которая почему-то посвящена улице в еврейском квартале Кишинева. Улица Активиана Гоги. Как издевательство. А улица Активиана Гоги пересекается с улицей Равина Цирлисона. Он вводит первый раз закон о том, потому что вначале это в парламенте не проходит. Вводит закон о том, что все евреи лишаются гражданства. То есть Активиан Гога, которого тут за просветителя выдают. Мне сказали, что он красивые стихи писал. Стихи красивые. Но Гитлер рисовал симпатичные картинки. Гитлер и любил собачек, и девочек маленьких. Вообще красавец был. То есть начинается с Гоги. Вначале не проходит. Приходит в закон. Потом. Он действует три месяца. И что такое лишение гражданства? Вся собственная тимония предженит. Все дети незаконно рожженные. Все браки недействительные. То есть это никто. Да, и Карл II выступает против этого закона. Ну ты знаешь, что он влюбился в еврейскую женщину. Мадам Лупеску. Говорят, что она из Одессы. Я прочел в одной из книг, что она из Одессы. Он специально туда ехал. То есть красавица еврейка Мадам Лупеска. Ну интересно, кстати, если мы берем его семью, его жена, которая как бы могла возненавидеть за это евреев. Принцесса Елена, она же праведник мира. Она спасала сотни тысяч евреев. И Карл II тоже не был антисемитом. Он не был антисемитом. Он выступил против позиции Гоги. Когда Гогу сняли с постов, то он получил инсульт и сдох. Помер. И вроде бы казалось, что какой-то более такой спокойный период. 1940 год. Бессарабия становится частью Советского Союза. И в Румынии появляется огромное количество антисемитских статей. Я уже не говорил о том, что там появляются железногвардейцы. Кстати, первый раз, как назывались железногвардейцы, как и не назывались, Союз Михаила Архангела. Черносотенцы России, которые вспомнили. Тоже был Союз Михаила Архангела. То есть Черносотенцы, Румынские, Калькас, Русские. Родные братья-близнецы. Они устраивают жуткие вещи. То есть казни, которые они проводили... Казни, которые они проводили в Бухарестке, погром 1941 года. Инквизиция отдыхает. То, что они делают. Такие ужасы и пытки, которые трудно себе даже представить. Это в Бухаресте 1941 год, да? Январь 1941 года. Подожди, в 1941. Где-то в районе января 1941. Да, январь 1941 года. Когда как раз идет схватка между Антонеской и Железногвардейцами. Идет схватка между полицией и Железной Гвардией. А посередине Железная Гвардия устраивает погром. Где погибло 150 человек, которых замучили, уничтожили в бойне для животных. Разделал живем и поставив вывеску кошерное мясо. То есть он трудно себе представить. Издевать. Я просто об этом не говорю. Потому что можно стать людям не по себе. Описание того, что делается в середине 20 века. Просвещенной стране. А в Румынии появляется опять, как журналисты сделали в 1903 год. Появляется огромное число статей, рассказывающих о тех ужасах, которые творились с румынскими офицерами в Бессарабии 28 июня 1940 года. Но, я беру румынского автора, фамилия Пелин, который дает книгу об этих событиях и разбирает 8 фактов. Ну, вспомню о Бельцах. Вот недавно я буквально писал знакомую. Бельцах – городной город. Там был священник, и в румынской газете появляется, что в 1940 году, 28 июня, евреи города Бельц его схватили, выкололи глаза и сожгли живем. Якобы. 28 июня 1940 года. Якобы. В 1948 году этот священник пишет, что я благодарен своим друзьям, евреям города Бельц, которые меня спасли, я страшно боялся советских войск, что буду репрессирован, мне доставили лодку и переправили через пруд. А писали, что якобы Пал Штерполь. И вот в этой книге, которую я тебе рассказываю, рассматривается 8 конкретных случаев. То есть пишут в газете, настраивают людей. Против. Против евреев. Вы зайдете в Бессарабию, вы должны отомстить, вы должны отомстить за этих людей. И описывают жуткие случаи, как убили в Бельцах, в Сороках, разные места. Это человек, историк, румынский, берет каждую позицию, которая написана. И проверяет навшивость. Он просто описывает, что священник оказался жив. Чего, оказывается, спасли. Да. Что человек, которого якобы застрелили в Сороках, на самом деле он обратился к своему приятелю еврею, который помог ему переправиться. Что третьего, которого якобы повесили, он застрелился в другом месте. Он рассматривает эти 8 случаев. Далее газеты, журналисты. Как Крушеван здесь, в газете Бессарабию. Начинают истерию. Начинают истерию с описанием, с настроем людей. Вы должны прийти. И вы должны отомстить. Начинается война. И мы упоминали с тобой о железногвардейцах. Вверхушку расстреляли. Старые кишиневцы, наверняка старые бельчане рассказывают, что когда убивали кого-то из железногвардейцев, их тела валялись, люди хотели смотреть. Но была рядовая молодежь. Кстати, железногвардейцев, внимание, убивали румынские власти. С ними расправлялись. Правильно делали. И Антонеску потом жестко занялся ими. Ну что, время наше, Женя, истекает. Еще рассказывать и рассказывать. Рассказывать и рассказывать. Значит, большое тебе спасибо. Спасибо тебе. Я издал, во-первых, вот эту книгу. Еще раз посмотрите. Евгений Брик. История евреев Молдовы. Книга это не только о евреях. Это книга о нас, обо всех. Потому что касается она нашей общей истории. Женя, огромное тебе спасибо за беседу. За удивительные факты. И очень правильный, очень человечный взгляд на историю и взгляд на нас, на всех. Надеюсь, что новое поколение будет интересоваться, кем были его предки-гагаузы, кем были его предки-болгары, кем его были предки-поляки. И, конечно, все остальные народы, представители национальности, те, которые живут вместе с нами. Итак, с нами был директор института Иудаики Евгений Брик, доктор наук, автор вот этой замечательной книги. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша передача. В ней мы узнали очень много нового и интересного о наших соотечественниках. Оказалось, что люди всех национальностей, особенно молодое поколение, в последнее время началось интересоваться и серьезно интересоваться своими предками. Мы все представители разных национальностей, но мы все граждане одной страны. Мы все граждане одного государства. Мы с покон веков жили друг с другом, мирно и в дружбе. И если и случались эксцессы, инциденты, то только благодаря идеологиям человека ненавидничества. Дай Бог, чтобы они не приживались в наших душах. И дай Бог, чтобы мы стали более внимательными друг к другу, более человечными. И тогда у нас все будет хорошо. Вечно любящий вас, Виктор Иванович Большевич. Редактор субтитров А.Семкин